Это класс народа. Ударим новостями по хамству и необразованности. Только вместо хамства женщины. И не новостями, а просто ударим. Прежде чем смотреть дальше, подойдите к родным и скажите, что любите их. Госдума отменила уголовное наказание за побои в семье. Строго говоря, теперь ваш батя, а вряд ли это будет мама или бабушка, может навалять остальным членам семьи, и если не нанесет существенного ущерба, то избежит уголовного наказания. Как вы думаете, как на эту новость отреагировали в одноклассниках? Конечно, одобрили. По словам женщины с российским флагом в Нике, семейные побои не имеют отношения к уголовным преступлениям. В Википедии написано, что уголовным преступлением считается деяние, которое наносит вред личности. Отсюда следует простой вывод. Ирина не считает себя личностью. Не сказать, что я как-то удивлен. Еще один охренительный аргумент. До революции муж мог гонять жену, и никто не вмешивался. По этой логике, следующим шагом Госдумы будет запретить антибиотики. Потому что до революции сибирская язва гоняла людей, и никто не вмешивался. Мы ведь живем в 21 веке. Люди уже почти лечат спид и летают на Марс. Ну, не у нас, конечно. Но можно ведь заменить бытовое насилие на что-то более цивилизованное. Не знаю, например, можно вызвать жену на Версус. Хотя нет, в этом плане у женщин будет преимущество. Стульчак, зарплата, шуба, гвоздь, отходы, срач, кредиты. Удивляет, насколько единодушными оказались люди в комментариях. Самая ожесточенная дискуссия состояла в том, нужно ли бить женщину каждую неделю или все-таки каждый день. Единственное возражение заключается в том, что бить нужно только детей. Я в институте проходил педагогическую практику и, в принципе, согласен. Уголовное наказание за семейное насилие отменили, в том числе, чтобы разгрузить суды и следователей. Многие уголовные дела теперь станут административными. То есть кухонные боксеры вместо того, чтобы садиться в тюрьму, будут платить штрафы. И что-то мне подсказывает, что вряд ли мужики будут платить со своих секретных швейцарских счетов. Скорее всего, эти штрафы пойдут из семейного бюджета. Наверняка избитой женщине будет приятно узнать, что муж понес справедливое наказание и всем нечего есть. Словом, все плохо. Остается сказать только одно. Но, дорогие девушки, если парень пригласил вас в ресторан, встал на одно колено и протянул кольцо, возможно, он просто хочет вам легально втащить. Добро пожаловать в бойцовский клуб. Первое правило клуба – не упоминать о бойцовском клубе. Второе правило клуба – не упоминать нигде о бойцовском клубе. Третье правило клуба – боец крикнул «стоп», «выдохся», «отключился», «бой окончен». Четвертое – в бою участвует лишь двое. Пятое – в бои идут один за другим. Шестое – снимать обувь и рубашки. Мадонна извинилась за нецензурные слова в адрес Дональда Трампа. Рамзан Кадыров выразил недоумение в связи с высказываниями министра образования о хиджабах в школе. Владимир Путин наградил Марию Захарову орденом дружбы. Елена Мизулина предложила сажать пожизненно за растление детей. Тонущую в Москве реке девушку-водителя спас спрыгнувший в ледяную воду инспектор ДПС. «Если у тебя на работе диоратор с кипятком лопнет, вы побежите спасаться». Нас работало трое и не сговариваясь, друг друга не видя, кинулись перекрывать все. «Это не героизм, это жизнь. Хотя вина чужая». Ученые вырастили первые в мире эмбрионы химеры, состоящие из клеток человека и свиньи. «Да будут прокляты те, кто идет против Аллаха. Аминь». В Кузбассе грудной ребенок умер от молока матери, выпившей 2 литра пива. «От молока не помрет. Ему, наверное, так пивка дали, чтоб не плакал. Я много таких случаев слышал. Кстати, говорят, помогает. А тут, видимо, переборщили». Владимир Путин поздравил студентов с Татьяниным днем и спел вместе с ними песню 14 минут до старта. «Ну когда уже не только петь советские песни, а и на деле откажемся от капитализма и пойдем вперед к более высшей ступени человеческого общества». «В Москве произошел конфликт между таксистом и пассажирами, в результате которого ребенок получил сотрясение мозга». «Довелось мне присутствовать при воспитательной беседе в Минске. Сидим с приятелем у него дома и пьем коньяк. И вдруг приходит ребенок лет 7-8, не более. Валерка, как его увидел, сразу в лице переменился и говорит, что приперся. Я тебя кормить не буду. Иди обратно в Суворовское училище. Там тебя должны кормить и одевать. А ты мне жить мешаешь? Больше, чтобы не приходил сюда в дом». Челябинская учительница математики довела школьницу до попытки самоубийства. «Зачем плодить таких слабых? Государству нужны сильные люди, а не те, кто всех заложит и сдаст, когда их к стене прижмут. А в тюрьму, если девка попадет, то чё из нее там ведь будут все что угодно. Там издеваются то не так. Похуже. Пусть учатся жить. Меня училка поизобила частенько. Но я то пули непробиваемая, меня чем больше бьют, тем я злее и сильнее. Я вот из неблагополучной семьи. Родаки, алкашие умерли. Меня в детдом. С пяти лет работаю. На двух-трех работах. Никого нет. Никто не помогает. Ничего не имею. Ни жилья, ни машины, ни ящики с деньгами. Трудно всю жизнь было и трудности повсюду. Но я и в мыслях никогда не держалась, чтобы себя убить. И не спилась, и не скололась, и не проститутка. Перед вами имена спонсоров сегодняшнего выпуска. Проспонсировать следующий вы можете по ссылке в описании к этому видео. Спонсоров в этот раз оказалось очень много, и мы думаем, что это из-за иконы. Поэтому мы решили повторить этот опыт, но в этот раз икона будет гораздо более сильной. Субтитры создавал DimaTorzok